Коллеги, привет! Это Сергей Ревука, главный инженер компании Velmos Pro. Сегодня я собираюсь прояснить один из самых популярных вопросов, возникающих у дефектоскопистов. Мы все знаем, что в России точку выхода и угол ввода наклонного преобразователя определяют по комплекту мер SO2 и SO3, вот таких. Их конструкция и методика применения описаны в государственных стандартах и в любой книге по ультразвуковому контролю. Однако, как мы показали в прошлом видеоролике, для контроля по цилиндрической поверхности диаметром до 400 мм ПЭП необходимо притереть, то есть сделать его рабочую поверхность цилиндрической. После притирки совершенно непонятно, как проверить точку выхода и угол ввода притертого ПЭП. Методически правильным решением будет изготовление комплекта настроечных образцов, в целом повторяющих конструкцию мер SO2 и SO3, но имеющих цилиндрические поверхности для установки преобразователей. При этом статус таких образцов и их метрологическая аттестация вызывает множество вопросов. О них можно определенно сказать только то, что мерами они уже являться не будут, а как проводить их поверку или сертификацию – неясно. Да и скажем прямо, дорого это обойдется – делать такие образцы на каждый диаметр. В практике контроля существует следующая методика измерения угла ввода и точки выхода притертых ПЭП. Дефектоскопист берет притертый ПЭП и нормальный комплект мер SO2 и SO3, устанавливает ПЭП на поверхность и обеспечивает акустический контакт, заполняя зазор густым контактным гелем. Затем измерения проводят обычным способом. При этом остается открытый вопрос – как влияет образующаяся линза из контактного геля на результат измерений? Не претендуя на строгую научность, я решил притереть нескольких экземпляров самого популярного типа P121-570 на различные диаметры и определить таким способом точки выхода и углы ввода после притерки. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Я взял 5 преобразователей из одной партии. Сначала измерим точки выхода и углы ввода каждого из них. Пропуская банальную процедуру, скажу, что я отобрал одинаковые ПЭП со стрелой 6 мм и углом ввода 70,5 градусов. Разброс чувствительности, определяемый по амплитуде сигнала от цилиндрической поверхности SO3, не превышает 2 дБ. Затем эти ПЭП были притерты на станке с ЧПУ на популярные диаметры 32, 89, 159, 219 и 325 мм. На эскизе вы можете увидеть сечение притертых поверхностей ПЭП и глубину притерки. Ожидаемо точки выхода должны сместиться назад, а стрела должна увеличиться на величину от 0,5 мм до 1 мм для всех ПЭП. Угол призмы при притерке не изменяется, это обеспечено самой технологией притерки. Следовательно, и углы ввода не должны измениться. Измерять точку выхода и угол ввода притертых преобразователей мы будем на обычных образцах SO2 и SO3 с плоской поверхностью, заполняя зазор между преобразователем и образцом контактной смазкой. Использовать для этого густой гель мне не нравится, так как в нем задерживаются пузырьки воздуха, нарушающие акустическую прозрачность слоя смазки. Поэтому я использовал масло, создавая локальную ванну при помощи вот такого нехитрого приспособления. Чтобы исключить эффект параллакса при считывании значений со шкалы образца, я прочертил некоторые риски маркером. Таким образом, подготовившись, давайте определим точки выхода и, соответственно, стрелы и углы ввода. Преобразователь 570, притертый на диаметр 32, имеет стрелу 7 мм и угол ввода 71 градус. Преобразователь 570, притертый на диаметр 89, имеет стрелу 7 мм и угол ввода 71 градус. Преобразователь 570, притертый на диаметр 159, имеет стрелу 7 мм и угол ввода 72 градуса. Преобразователь 570, притертый на диаметр 219, имеет стрелу 6,5 мм и угол ввода 72 градуса. Преобразователь 570, притертый на диаметр 325, имеет стрелу 6,5 мм и угол ввода 70 градусов. Итак, точки выхода повели себя именно так, как и ожидалось. После притирки они сместились в сторону пьезоэлемента на величину от полумиллиметра до миллиметра. Однако в том, что касается углов ввода, результаты стали для меня неожиданными. Я рассчитывал, что измеренные таким образом углы ввода окажутся теми же самыми, что и до притирки. И здесь вы, наверное, скажете, да, он когда притирал, просто перекосил преобразователи в разные стороны, вот у него углы и ушли. Я же скажу, что нет, притирка была выполнена безупречно с сохранением оси притирки. Если бы случился перекос оси притирки хотя бы в 1 градус, то он без труда мог бы быть определен визуально, как это показано на эскизе. Поэтому я уверенно утверждаю, что рассмотренный способ измерения угла ввода притертого преобразователя вызывает кажущееся увеличение угла ввода, хотя измеренный таким образом угол и не выходит за пределы разрешенного ГОСТом допуска в плюс-минус 2 градуса. По результатам эксперимента я не могу однозначно рекомендовать использовать или не использовать рассмотренный способ. В этом эксперименте мы всего лишь убедились в том, что с калибровкой притертых ПЭП все не так просто. В заключение скажу еще об одном часто возникающем вопросе. Настроить таким образом время в призме преобразователя не представляется возможным, потому что мы не знаем времени в слое контактной смазки. Поэтому наилучшим способом настроить развертку дефектоскопа при контроле наклонным преобразователем остается настройка по настроечному образцу с зарубками или иными отражателями, которые вы используете для настройки предельной чувствительности вашего дефектоскопа. На сегодня это все. Если вам понравился этот ролик, поставьте ему лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. И спасибо, что досмотрели до конца. Смотрите продолжение в следующей серии! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...